Благодаря сырам с плесенью, о станице Стародеревянковской знают теперь чуть ли не во всей России. Именно в Каневском районе находится завод, который первым в стране начал выпускать элитные сыры с белой и голубой плесенью. Кубань-плизир и кубанский блюз стали визитной карточкой. Импортозамещение дало мощный толчок в развитии производства. Сотрудники вспоминают, не так давно даже коробки с продукцией таскать было некому. Я помню, когда я пришла на работу, даже не было грузчиков в цехах. Это работали рабочие, в том числе и я, мне было 17 лет. Мы сами грузили масло по 20 килограмм коробки. И даже никому не приходило в голову, что это должен делать мужчина или не мужчина. Сейчас на заводе готовится запустить новый цех, где начнут производство сыров Камамбер и Бри. Как это будет происходить, директор компании Наталья Боева рассказывает губернатору. Технология выпуска такая же, как и в Европе. Отличие от иностранных сыров в том, что у нас используют натуральное молоко без добавок и заменителей. Европейцы говорят, что у нас качество молока негодное, мы ничего не можем сделать. Мы все это делаем с нашего кубанского качественного молока. Калория – тот производитель, продукты которого качественные, настоящие, натуральные. Сегодня основная наша задача – сделать так, чтобы жители края получили возможность, без слишком высокой наценки от вашей себестоимости, возможность приобретать продукты фирмы Калория. Вот над этим надо нам все вместе еще работать. Глава региона посетил и сахарный завод. В этом году, как отмечают специалисты, удалось увеличить объемы и улучшить качество свеклы. Производство наращивают не только в пищевом секторе. На Каневском заводе газовые аппаратуры разнообразили ассортимент. Теперь нам выпускают электрические комбинированные плиты. Представлены комбинированные плиты, в части есть где мало газа, который... Вы знаете, сегодня можно по-разному говорить об успехе любого производства, но очень важно не рассряться сегодня на рынке. Ведь есть аналоговая продукция, она тоже конкретно способна вашей продукции. И здесь вы в чем молодцы? Вы, подняв качество, не подняли цен. И на самом деле сегодня заняли эту нишу. И теперь никому не даете на эту нишу залезть. Речь о развитии производственных мощностей заходит и на встречи губернатора с жителями района. Об импортозамещении так много говорят, что стали забывать о сути этого процесса. По словам губернатора, фора, которую дали отечественным производителям, не будет вечной. Жить в изоляции не получится. Местная промышленность должна быть самодостаточной и в условиях конкуренции. Как пример, Вениамин Кондратьев приводит завод по производству сыров с плесенью, над которым многие смеялись, мол, сделать качественно не получится, выйдет лишь пародия. На заверший день производство в первую очередь зависит от стабильности зарплаты, от внимания к людям, от социальной заботы. Я с людьми встречался на калории. Производство и люди – это одно и целое. Это подход не просто руководителя, это подход хозяина. И сегодня на примере калорий я увидел реально тех, кто выместит импортные сыры. Все, кто вот таким образом перестроился на сегодняшний рынок, они будут в рынке. А все остальные будут плакать. Мы должны научиться конкурировать. И это удел сильных, а не удел слабых. Но чтобы производство развивалось, нужна и четкая позиция множества контролирующих органов. Бывает так, что они просто мешают движению вперед. Руководитель хозяйства, выращивающего крупный рогатый скот, рассказывает губернатору, как они потеряли статус племенного, так как за лицензию нужно заплатить больше миллиона рублей. Мы были прем-репродуктором, мы этот вопрос специально опустили, потому что сейчас на сегодняшний день для того, чтобы вернуть эти все регалии, ну порядка полтора-двух миллионов нам необходимо отдать. Мы лучше сарай отреконструируем. Отдать за что? За получение этой бумаги. Евгений Иванович, для того, чтобы ввести, получить статус, нужно получить свидетельство на это. В следующем году меры государственной поддержки на выделение на племенное животное будут гораздо выше, поэтому и будут выгодны, и компенсируют вам и эти затраты, и те затраты, которые необходимы при содержании. Вы потеряли форму, то есть статус племенного, а по содержанию остались племенные. Лицензия закончилась. Они по содержанию племенные. Он говорит, мы все сохранили, дайте им форму эту. Хорошо. За обсуждением экономического будущего не затерялись и вопросы бытовых проблем района. Тему сбора и вывоза мусора в станице Каневской, которую поднял губернатор, зал встречает аплодисментами. Фирма, занимающаяся уборкой, заставляет жителей выносить мусор в определенное время и только в специальных пакетах, которые нужно покупать. Если не сделать этого, отходы так и останутся лежать на улице. Разгорелся настоящий скандал. У вас тут целый взрыв идет, мусорный. Вот такой жалоб к вашему мусору еще мешки с письмами осталось привезти сюда, в район. 44 муниципальных образований. Только в одном существует эта проблема. Значит, прибегите к другой системе. Ну в чем проблема? Ну что вы уперлись за эту систему? Значит, кому-то просто выгодно, наверное. Вот я все понимаю. Коллеги, вы все понимаете. Да, действительно, проблема есть. Способ вывоза мы его, я думаю, пересмотрим в ближайшее время. Разберемся. Именно найдем тот единственный способ, который будет удовлетворять все стороны. Я думаю, эту проблему мы будем решать. Представьтесь, вот с пусором вы проблему будете не решать. Вы ее решите. Решите еще раз, чтобы я уже этот вопрос не слышал. Это на полном серьезе. Отговорок в этом вопросе быть не может. Ведь из краевого бюджета на поддержку района выделяется больше миллиарда рублей. Как заметил губернатор, отражаться это должно и на улучшении жизни людей. Тем более, что в Каневском районе есть огромный сельхозпотенциал. Только молока здесь получают больше, чем во всей Ростовской области. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань, 24. Каневской район.